Здесь вот в нашем шкафу есть подпольник, где находится элеваторный узел всех канализационных труб. И там постоянно проходят или протечки. Но из этих протечек в основном вот эти все канализационные источные воды, они и наполняют мне моё подполье. Как только придомовые колодцы переполняются, все источные воды оказываются в этом подполье. От этого по всему дому сырость и невыносимый зловонный запах. И в такой квартире семья Надежды вынуждена жить уже несколько лет. Когда сюда заехали, здесь был запах, как общественного туалета. Это было невозможно, прям глаза резало. Мы всё открыли, всё вот это вот проветривать стали. Ну просто невозможно. Мы не можем здесь сделать нормальный ремонт. Потому что вот старый ремонт, мы хотим его обновить. Но из этого запаха здесь всё это впитается. Я как знаю, запахи всё же бывает такой, что впитываются. И это будет всё стоять. Девушка не раз обращалась в управляющую компанию с просьбой о помощи. Проблему пытались решить. Меняли частичные трубы, проводили откачку стоков и делали засыпку подполья. Для устранения влаги. Но лучше не стало. Здесь наш санузел находится. Планировали ремонт сделать. Вот это вот стена печки, кстати. И когда там всё капает, подмывала вот этот весь грунт. Соответственно, фундамент под печкой, он тоже размывался. И здесь ужин тоже исправлять. Ну будем всё разбирать. А вот из-за того, что много лет капало, парило, вот эти брёвна, доски, всё это сгнило. Тоже будем менять, тоже за свой счёт. Управляющая организация и рада бы исправить ситуацию и помочь жителям решить проблему. Но простым ремонтом труб здесь не обойтись. Тут вся причина в том, что система водоотведения центральная, она немного неправильно сделана. Потому что дом изначально был на выгребной яме. Дом старый, построен. Вообще был вроде бы временно, насколько мы знаем. И потом данную выгребную яму переделали под центральную канализацию. Там неправильные уклоны и так далее. Подобный ремонт не может сделать управляющая компания в одиночку. Поэтому для решения проблемы на место приехали специалисты из водоканала и КГХ. Принято решение при комиссионном осмотре управляющей компанией водоканала о перекладке пикетов от домов до придомовых колодцев на уровень, соответствующий тому, при котором будет система канализации работать самостоятельно, без привлечения дополнительной техники. И затрат водоканала. Стоит такой ремонт дорого. И понятное дело, собственники не смогут потянуть такую сумму. Поэтому вся надежда теперь только на помощь депутата по округу. Было принято решение собственникам оказать помощь в написании данного обращения к депутату данного района. Депутат Уланденского городского совета Василий Церемпилов в курсе данной проблемы и готов помочь жителям. Необходимо прийти в нашу приемную по улице Толстихина 2, в 10 до 12 часов в каждый понедельник. Либо я сам, либо мои помощники проводят прием граждан. Необходимо оформить наказ. И после этого мы рассмотрим. На 23-й год наказы у нас в принципе все распределены, но у нас бывает в течение года образовывается экономия. В случае образования экономии мы, конечно, обязательно посмотрим данный вопрос. После этого на место приедет профильная комиссия для оценки ситуации. Пока же остается лишь ждать. Мы будем следить за развитием событий. Игдин Весратова, Алексей Ромашов. Новости дня.